Честные мощи святого Дмитрия Солунского, привезенные из Греции, продолжают пребывание в Екатеринбурге. Сегодня в храме на Крови перед святыней молились митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, епископ Каменский Алапаевский Мефодий, а также делегация Элладской Православной Церкви. На соборное богослужение побывала наш корреспондент Надежда Калинина. Особенное богослужение в особенный день предпраздненства Рождества Пресвятой Богородицы совершаются в храме на Крови, где сейчас прибывает частица мощей великомученика Дмитрия Солунского. Особо почитаемый с самых первых времен христианства на Руси, он и сейчас глубоко любим жителями нашей страны. В эти дни у екатеринбуржцев и гостей города есть уникальная возможность прикоснуться к мощам, постоянно пребывающим на расстоянии 3000 километров от уральской столицы. Надеемся, как говорится, на лучшее здоровье. В общем, сердце трепещет, когда мы находимся в храме. Вот приехала я со Среднеуральска, да, к мощам первый раз в Екатеринбурге и в храме в этом. Попала в этот храм и к мощам решила приложиться. Я случайно вчера проходил, увидел какой-то праздник и решил подойти узнать. Вот узнал, что привезли святые мощи, как бы, и, конечно же, решил поклониться, то есть прийти помолиться. Святой Дмитрий родился в то время, когда Римская империя усилила свои гонения на христиан. Ведь все больше язычников начинало разделять в душе евангельские истины и менять свою жизнь. Великомученик, как проконсул Фессалоникийской области, должен был устраивать гонения на христиан. Но, приняв назначение, Дмитрий перед всеми исповедовал и прославил Господа Иисуса Христа и стал открыто учить жителей города христианской вере, за что и принял мученическую смерть. Мы должны помнить и знать, что мученик не может быть побежден. И сколько бы крови не было пролито, она произрастает еще с большей силой и дает тот свет веры Христовой, который мы видим с вами сегодня здесь. И в том числе в этом месте, которое должно было стать черной темной ямой, забытой, заросшей лопухами. Но это стало великолепное место явлением славы Божией. Мощи святого были обретены в V веке, а с VII века документально известно об истечении благовонного мира от чудотворной святыни. В связи с чем великомученик получил церковное именование Дмитрия Мироточевого. В благодарность за принесение святыни владыка Кирилл преподнес подарок архипастерю Элладской православной церкви. Я хотел бы, дорогой владыка, передать вам также образ святых царственных страстотерцев, который будет напоминать вам об этом месте, также святом, и о тех людях, которые здесь живут, которые молятся здесь. Мы чувствуем в сердце великую благодать, находясь в этом месте, рядом с мощами святого великомученика Дмитрия Саунского, и на месте мучительской конченной царской семьи. Для нас, идиотерия Евгения, у нас доза тетя Евгения, на проекцаркуме тисдия литургия, на евлогисуме Толлаосас, ке на эпиколестуме тихаритку Агию Дмитрию, сенанекасто алакте сеолус мази, ке идиотеросте Митрополисас. Это для нас большое благословение, что вы дали на возможность послужить сегодня здесь, благословить ваш народ и помолиться на этом святом месте. В завершении владыка Пантелеимон преподнес митрополиту Кириллу в дар образ святого Дмитрия Саунского, ковчег с мощами которого будет пребывать в храме на крови до 1 октября. Продолжение следует...